доброго времени суток с вами сергей и сегодня я вам расскажу о своем новом проекте это буду делать велосипед тандем из двух советских рам я соберу одно одно целое сварю и сегодня я вам расскажу как я это буду делать и заодно кое-что покажу проведенная здесь уже работа сняты крылья колеса колеса все будут перебираться спицы меняться средники тоже подшипники будут перебираться и начнется сам процесс сварки по велосипеду на велосипеде я могу ездить одной рукой но когда вот ямы почки мне объезжать неудобно и еще дом операции я задумался о таком вопросе как средство передвижения имея мобильность не для мобильности я распланировал такой вот велосипед конечно да на просторах интернета моя запись будет не первая но я думаю моя запись будет первая кто сделал такой велосипед с одной рукой так по велосипеду пробежимся велосипед не нужен для чего чтобы мишка сидел спереди за рулем а я сидел сзади и мы будем вдвоем крутить педали будет 4 педали 2 средника 1 цепь натяжник поставим и в принципе в процессе у нас возникнут сложности нам надо попасть на звено будет обязательно сварку если не попадем на звено то возможно я буду параллелить две цепи 2 цепи до средника и 1 от средника пойдет на колесо но это все мы увидим в процессе сейчас я посмотрю если я сделаю вот в этом месте крепеж сиденья гайку уваривать и будет сиденье крепится с болта то я вот эти вот проушины уберу и раму выровняю заподлицо сделаем так скажем эстетический внешний вид так ну что для начала для порядка осветили вас сейчас будем продолжать сборкой велосипеда так ну вот нами проведена уже работа мы с михалом сергеевичем выставили велосипед выставить решили по двум доскам сороковкам струбцин у меня нету я просверлил нашел шпильки шпильками затянул дальше что мы до этого сделали я вчера попробовал поварить двоечкой в отрыв ничего не нагреваю особо сильно варится хорошо вот 10 я приварил болт то есть я раму решил выставлять для красоты заподлицо она будет вот так заподлицо здесь потом болгарка обрежется а стопориться будет вот этим болтом сиденья так сейчас я буду приступать к сварке рамы вот так вот я поставлю прихватки потом переверну и с той стороны тоже поставлю прихватки ну вот мы сделали прихватку сейчас мы в данный момент с Михаилом Сергеевичем. Будем вымерять нижнее усиление. Нижнее усиление у меня осталось. Это труба, когда я делал Миша Турник. Михаил Сергеевич у меня сегодня и вчера, и всегда теперь за оператора. И, соответственно, помощник. Вот. У нас с ним хорошо получается все делать. Сейчас в данный момент мы отметили, где трубу с запасом отрезать и буду я делать подгонку. Потом то же самое сделаю при хватке и только после того все буду обваривать. Держу трубу. Давай отнимем. Держу трубу. Мишу я уже обварку, поперечину, усилитель, подогнал и сейчас начинаю приваривать. В этом деле вот тут резьбовое соединение. Я сюда забил чопики, чтобы не повело. И также прихватками прихватил. Сейчас я буду... Ну вот у нас наступил еще один дейпопеи с нашим велосипедом. Вчера я его полностью проварил. Прошел грунт эмалью места, где зачищался, пока не ржавело это самое. И велосипед уже готов к сборке. Но вчера я брату позвонил и говорю, как у тебя сварка надо, не надо. Он говорит, пока сварка не нужна. И сегодня я хочу денечек потратить для крепежа под топор. Так как у нас этот велосипед рассчитан за грибами, за ягодами и на рыбалку, я хочу вот в это место сделать крепление для топора. Чтобы оно у нас вот тут вот так вот стояло. Стоял вот здесь топор. И сегодня я потрачу на это, пожалуй, целый день. Для крепления мне понадобится... У меня есть вот такой вот фиксатор. Не помню даже от чего он. Я его поставлю в это место. А здесь вот сделаю две вот так вот скобы приварю, чтобы топор фиксировался в этом месте. И цеплялся фиксатором вот этим вот в этом месте. И здесь, скорее всего, еще какую-нибудь поставлю пластиковую защиту для лезвия топора. Вот так вот сейчас будет. Так, ну вот у нас еще один день прошел. И за вчерашний день я не успел закончить крепление под топор. Посмотрите, выглядит оно вот таким вот образом. Здесь упоры у меня приварено. Здесь я не помню, от чего у меня такая скоба найдена. То ли я от бэушного нагревателя. Сломанного я нагреватель отломал. Вот так вот она раскрывается. А сюда я поставил у супруги магнитики купленные. На кухню под кухонную утварь. Так что у нее минус один магнит. Защита. Защита вот так вот снимается. И сам топор таким вот образом снимается. То же самое. Ставим. Магнит держит. Закрываем. Опа. И потом одеваем защиту. Все. Защиту я еще маленько подзатяну. Она будет менее болтаться. Вот такой вот у меня получился дивный крепеж под топор. Сейчас мы будем уже делать с Михаилом Сергеевичем руль. Приварим вот сюда вот на это место. Вот у нас уже размечено руль. Приварим. И потом будем уже собирать средники. Руль приварим. И он перевернем. И на двух рулях будет уже устойчиво стоять. Сейчас буду приступать к сварке руля. Руль от велосипеда Орленок. Кто знает, советский велосипед собирался к Грибалске. Очень такие хорошие были велосипеды. Руль маленечко подзаржавел. Резинки пробовал в ядре с кипятком греть. Прокручиваются, прокручиваются. Но стянуть мне так и не получилось. Коротко покажу вам мое приспособление. Это стойка индикаторная. Только она ломаная. Вот здесь была вторая часть ее с индикатором. Я ее на работе нашел в металлоломке. Ее кто-то выкинул. И я вот сделал себе такое приспособление. Здесь магнитик и сама стойка тоже магнитная. Сейчас вот я выставился и буду обваривать, начинать вот эту часть руля. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите, как выглядит велосипед с собранными средниками. Он выглядит вот так. Две звездочки мы пропустили с противоположной стороны. По заводу-изготовителе звездочка идет с этой стороны. Две мы пропустили по эту сторону. И одна пойдет уже на колесо с этой стороны. Почему нельзя сделать одной большой звездочкой? Потому что у звездочки будет зацеплять только три зуба. По прямой, без нагрузки оно будет крутить, но под нагрузкой будет вылетать. Сейчас у нас маленькая загвоздка. Я купил современную китайскую цепь для взрослых велосипедов. Я померил по изношенной звездочке. И мне показалось, что все подходит. Но я не обратил внимания, что звездочка изношена. Теперь посмотрите вот сюда. Зуб не попадает. И у меня теперь целая проблема. Целая проблема, где достать советские цепи. Потому что все это дело сейчас металлолом все повыкидывали. И вот у меня сейчас будет большая загвоздка. Соответственно, вот эти звездочки, ведущие китайские, они на гайках. Уже ничего не подходят. У меня и так два размера средников. Старый и 90-х годов средник размер. Следующая загвоздка у нас еще идет по педалям. Педали М14. Они комплектом продаются 450 рублей. Я посмотрел в магазине. Три комплекта. Мне это неподъемная сумма получается. Педали мне нужны все правые. У правых стандартная резьба. У левых резьба обратная. Сейчас я буду разбираться с педалями. У меня есть какие-то старенькие. Попробую что-нибудь придумать. Потом буду думать ходить уже побираться по деревне. У кого остались старые цепи. Может кто-то еще металлолом не выкинул. Сразу вам показываю, что китайские цепи не берите, не покупайте. Они не подходят. Надо либо искать белорусским велосипедам запчасти. Но где их найти я не знаю. Первым делом для восстановления педали надо сделать вот здесь вот пыльник. Пыльник советский я не помню. Скорее всего пластмассовый был. У меня его нет. Я вот из такого газового шланга вырезал пыльник. Он не нарезал. Нагрел электрод. И внутреннюю часть я развальцевал. Дальше пойдет у нас подшипник. Подшипник. Второй частью я сюда надел пластиковый шланг. Так как у педали она будет у нас сам подшипник больше, чем вот эта часть резьбовая. Она будет у нас вот так вот сейчас в данный момент крутиться. Объясняю почему больше. Потому что гайка шла в советское время. Она шла на конус. И конус гайки вот эта часть прижимал. Прижимал часть подшипника конус гайки. Сейчас у нас такой гайки нету. Гайка износилась. Гайка будет обычная. Будет вот таким вот образом все собрано. Так. Приступаем к сборке. Вот наша педаль. Вот наша педаль. Вот эта резьбовая часть. Это наружная часть. Вот это внутренняя часть. Которая находится у звездочки. У меня принцип работы я не я если не сделаю на веках. И для любых дел я использую шрусовую смазку. Она будет более надежная и получше, чем обыкновенный литол. Так, сейчас. Набиваем вот сюда. Излишки выйдут. Откладываем педальку в сторону. И теперь намазываем еще подшипник вокруг везде. Пыльник. Нишнее мы потом вытерем. Так, вот эту часть намазал. Подшипник. И теперь уже вставляем педаль. Так, вставили. Прижали. Давайте я сразу вытру лишнее, чтобы с тобой не пачкать. Так, уже испачкал. Так, вытер. Зафиксировал в тисках. Теперь тут же с этой стороны смазываю. Сразу вот так вот обойму подшипника тоже смазываю. Плоской частью наружу вставляю. Так, следующая у нас пойдет маленькая... Нет, побольше шайба. Шайба она прижимная будет. Она прижмет дайку. Теперь тоже самая резинка, как пыльник. Сюда вставляется, чтобы не летела грязь. И шайба. И теперь сама гайка. Так, вот у меня новая гаечка М8. Накрутили. И теперь нам нужен ключ на 13, если я не ошибаюсь. 13. Проверим. Ошибся я, Эйнберт? Нет, не ошибся. Еще на 13 подтягиваем. Вот такие не закреплены. Так, ну в принципе достаточно. Она хорошо ходит, крутится. Этого пока достаточно. Так, ну вот мы видим, что на этой педали не хватает резиновой части, которая не дает ноге соскользнуть. Соскользнуть. Делаем следующий. Берем металлическую пластинку, вырезаем, размечаем два отверстия, сверлим. Резьба пятерка, сверлим шестеркой. Вырезаем тот же самый газовый шланг. Газовый шланг. Делаем два отверстия. И сейчас наша следующая будет процедура. Мы возьмем все вот так вот, в тиски зажмем и сдавим. И после этого закрутим вот эти два болта. Ну вот, посмотрите, педаль, советская педаль от советского велосипеда у нас восстановлена. Что мы имеем? С этой стороны пыльник самодельный из газового шланга и с этой стороны пыльник самодельный. Помните, я вставлял туда пластиковую трубочку. Если у вас есть латунная или медная трубка диаметром внутренним 8 мм, наружным она будет практически 10 мм, то лучше, конечно, ее вставить. На нее подшипник сядет удачно. Вот так вот у нас получилось. Мы зажали длинными болтами, они как раз затянулись. Вот так вот у нас получился шланг. Здесь пластинка у меня вырезана. Все, педаль туда. Смотрите, какая у нас колоссальная работа проведена. Мы поставили все педали, у нас теперь стоят уже. И вот, наконец-то, мы разобрались с цепью. Цепь мы нашли советскую. Очень-очень сильно ржавую. Она у меня лежала в масле, была замочена. И каждое звено я расшатывал в тисках. Это на работу у меня заняло часа 4. Сегодня мы сделали вот такой вот натяжник. Такой натяжник. Все работает, все прекрасно, натягивает. И хочу рассказать минус вот этой конструкции, когда идет первая цепь с этой стороны, вторая на ведущее колесо, цепь с правильной стороны. Минус этого заключается в следующем. Допустим, у нас вот здесь уже образовался небольшой люк. И мне надо подтянуть гайку. И чтобы теперь не подтянуть гайку, мне надо полностью снять звездочку. В этот год я вряд ли буду заниматься переделкой. Но на следующий год я хочу рассказать вам, как я переделаю эту маленечко систему. Вот следующий год я сделаю вот таким вот образом. Через проставочки приварю вторую звездочку. Но обратите вот сюда внимание, что здесь мешает педаль. Мне придется вот в этом месте педаль обрезать. И потом при помощи сварки наварить вот так вот вторую часть. Чтобы был промежуток для цепей. Расстояние. Вот так вот сейчас расстояние не дает. Не дает сама сам шатун. Но это я сделаю в следующий год. Подставочку подгоняем. Подставку взял, не помню, от какого-то душманского дешевого велосипеда. Они стояли вот на этом месте. Да чё ж неудачная конструкция сделана. Я ее с задней части вот этого зеленого велосипеда удлинил. Приварил. Подножечку. И вот сейчас вымеряю, как она у меня будет стоять. Стоять она где-то у меня будет вот в этом месте. Здесь я ее сейчас приварю. Сложена. Она будет у меня вот так вот находиться. Должна отдать. У меня хорошая сварка. Но вам я ее показывать не буду. Сварочка замечательная. Объясню почему. Она у меня постоянно вот так вот закрыта от кадра. Я к производителю обратился на официальный сайт и попросил помочь. Говорю, вот такое дело буду снимать. Сварка брата. Я попросил именно такую же модель. Я говорю, можно, говорю, восстановленную. Ломано восстановленную. Но мне пришел отказ. В связи сказали, реклама не нуждается. Так что больше я в кадре буду стараться ничего, инструмент не рекламировать. Но сварка хочу сказать добротно. И очень ей хорошо варить. Сейчас я приварю вот так вот упор в подножку. И посмотрите, обратите сюда внимание, мы восстановили колеса. Поменял спицы. Спицы поменял не все. Тут под 40 спиц, по-моему, 36 или 38. Я тут поменял около где-то 28, примерно вот так. 25-30 спиц. Хочу сказать, как выставлять спицы. Восьмерочку я убрал. Но обратите внимание, если у вас обод вот так вот крутите, и он приближается к этой стороне, значит вам надо вот натягивать вот эту спицу. Две вот этих ослаблеваете спицы, которые находятся на эту сторону. Вот эту натягиваете. И также опять прокручиваете. Я ищу только по одной стороне. Если опять к этой стороне обод ближе, вот допустим давайте вот в этом месте, да, к этой стороне обод ближе, значит его надо тянуть вот этой спицей. Вот эти две ослаблеваю. Вот эту спицу я натягиваю. Таким образом убираются восьмерки. У меня маленькая осталась, я уж не стал федантно выводить. Мне просто времени не хватило. С колесами мы разобрались. Потом поставим на ней покрышку. Сейчас я привариваю упор и подготавливаю велосипед под покраску. Хочу вам показать свою смекалку, как я вообще выставляюсь. Вот у меня здесь маркером отмечены риски, по которым надо выставиться. И вот такая опора у меня будет держать, пока я прихватываю. И вот так вот. ну вот у нас готов результат зацените пожалуйста вот он уже все в сборе все покрашено это самый велосипед у нас готов как и обещал крепление под топор крепление под бутылку штатное крепление осталось даже есть у меня носок под это дело багажник полностью переварен и перебран обратите внимание что я нашел в магазине в пикалеве зашел за булочками за четверками сделано в россии такого стандарта это сама я помню еще со своего детства что такие катакоты подходят как раз вот сюда на багажник в том же магазине я приобрел пневмотрубки вот эта пневмотрубка десятка но надо было 12 убрать у меня она разрезана и одета на багажник сюда надета пневматика восьмерка сзади фары поставлена ход натяжители сюда вот еще мы доделаем будут зеркала ручки куплены не поставлены и теперь так как корзина у нас перекрывает весь вид здесь еще будет кронштейн под фонари из недостатка конструкция маленечко старовато и где-то идет прокрут я сейчас не пойму то ли звезда задняя изношена то ли сама задняя втулка проворачивается пока я не установил звездочку пытался найти в продаже не нашел мы ему даже придумали название до велосипед у нас получил свое название мы ему дали обкаточку так неплохо это сама мне понравилось теперь зацените вы что, мне кажется, это будет длинный если я не๊ при этом то, что того, чтобы она не успела что это бывает и�о если я не знаю что они откроются или как бы Продолжение следует... Продолжение следует...